Если вы любите играть в хоккей, но не умеете стоять на коньках, то этот сюжет специально для вас. Сегодня ознакомимся и играем в флорбол. Флорбол. Это хоккей с мячом в спортзале. Впервые игра появилась в 1958 году в США, а позже и в Швеции. Именно Скандинавы считаются родиной флорбола. Сейчас в него играет более 60 стран. В Алтайском крае хоккей с мячом в спортзале появился в 2009 году. Есть даже федерация флорбола и собственная команда. Парни участвуют в разных турнирах и показывают себя весьма неплохо. Как мы видим, клюшка для хоккея намного тяжелее, чем флорбольная. Артем, расскажи нам про основную экипировку для игры флорбол. Для флорбола вам понадобится клюшка. Она немного другая, нежели чем в хоккее. Она более легкая, то есть вы можете видеть, что она короче, чем хоккейная. Если обратить внимание на перо, оно с дырочками. Перо у нас идет на правую сторону, также есть клюшки с пером на левую сторону. Поэтому кому как удобнее, тот выбирает клюшку по себе. Для занятий флорболом вам понадобится футболка, шорты, клюшка, кроссовки и желание. Игра состоит из трех периодов. Команда включает пять полевых игроков и голкипера. Контролировать мяч можно только клюшкой, ногой только останавливать. Но нельзя наносить удары по воротам. В целом правила очень схожи с классическим хоккеем с шайбой. Хотя есть и отличия. Во флорболе запрещена активная силовая борьба. Нельзя играть рукой, нельзя играть головой, нельзя прыгать и открыто бить по клюшке. Поднимать клюшку, бить по клюшке. А так в целом правила очень схожи. То есть также можно играть в пас, бросать, бросать щелчком, бросать кистевым броском. Флорбол – очень энергозатратный вид спорта. Сыграв один период, можно выжимать футболку. А если вы сомневаетесь в этом, то добро пожаловать на тренировку. Попробовать себя в этом виде спорта может любой желающий. Главное не забудьте взять спортивную форму и, конечно, желание. Дмитрий Дроздов, Вадим Быстревский. День с толком.